2020 уже позади, наконец-то! Самое время доедать новогодние салатики, ходить в гости к друзьям и близким, а также строить планы на ближайший год. Наверняка кто-то из вас уже подумывает о приобретении нового смартфона или даже автомобиля, а кто-то готовится к поступлению в ВУЗ. Ну а мы по традиции готовы выкатить вам самый свежий график кинопремьер 2021-го. Когда ждать первый кинокомикс? Что там слышно о Доминике Торетто? И вообще, будут ли в новом году премьеры? Что ж, в ближайшие пару новогодних минут мы расскажем вам все. Ну а какой фильм вы ждете больше всего? Обязательно поведайте об этом в комментариях, ну а мы погнали! К сожалению, начать придется с нотки грустинки, ведь ушедший год не оставил шансов на стабильный кинокалендарь. Вы и сами наверняка знаете, как страдала эта сфера в 20-м. Теперь же мы имеем обновленный график прошлого года с изменениями, которых однозначно в будущем будет больше. Увы, но пока статистика по пандемии не радует, а значит оставшиеся зимние и весенние премьеры находятся под угрозой переносов. Однако в то же время всеми любимый Netflix просто обожает выпускать громкие стриминговые новинки чуть ли не за неделю после анонса. Так что мы заранее предупреждаем, что различия неизбежны, но давайте все же верить в лучшее. Новый год ведь! И по традиции Новый год нужно начинать с чего-то прекрасного. И именно поэтому первой и по сути главной зимней премьерой является сиквел «Чудо-женщины». Уже 14 января великолепная Галь Кадот порадует нас своей несравненной улыбкой, а мы наконец сможем насладиться фильмом, который должен был выйти еще в 2019-м. Критики уже вовсю нахваливают картину, отмечая приятный сеттинг 80-х и неплохой сюжет попкорнового блокбастера. Согласитесь, а что еще нужно для изголодавшихся по кинотеатрам зрителей? Также относительную конкуренцию «Чудо-девочки» составит лента «Охотник на монстров» с Милой Явович в главной роли. Режиссер Пол Андерсон настолько сильно старался экранизировать игру «Монстр Хантер» на экраны кинотеатров, что в итоге одна неудачная фраза расистского характера в фильме привела к тому, что прокат «Охотника на монстров» был прекращен после одного дня с начала премьеры в Китае. К сожалению, февраль порадовать интересными киноновинками и вовсе не спешит. Так что плавно перемещаемся дальше. 5 марта состоится релиз первого крупного мультфильма в новом году. Диснеевская «Райя и последний дракон» — это волшебная история, по духу напоминающая смесь «Мулан» и «Моан». Главная героиня фильма отважится на опасное приключение, чтобы найти последнего на земле дракона, который должен спасти всю землю. Трейлер проекта выглядит впечатляюще, а еще премьера состоится сразу одновременно в кинотеатрах и на стриминг-платформе Disney+. Также 5 марта состоится премьера многообещающей поступи хаоса с вездесущим Томом Хохландом в главной роли. Фильм расскажет о молодом человеке Тодди Хьюэти, проживающем вместе с приемными родителями в небольшом городе Прентистаун, на планете, которую колонизировали земляне. В этом мире все обладают способностью слышать мысли других через некий шум. Ну а еще в этом месяце стоит ожидать стриминговую версию Лиги Справедливости от Зака Снайдера. И если далее все служится удачно, то уже начиная со 2 апреля нас ждет настоящая волна громких кинопремьер. Ведь именно 2 числа состоится долгожданная премьера ленты «Не время умирать». Сексуальная Анна де Армос и неподражаемая Лея Сейду в компании какого-то пожилого мужичка должны надавать по щам Фредди Меркьюри под саундтрек Билли Айлиш. Джеймс Бонд возвращается, а если фильм таки не купят к показу на стриминге, то все вместе собираемся 2 апреля в кинотеатрах, а уже 8 числа должна состояться премьера весьма ожидаемого российского кинокомикса «Майор Гром». Лента успела угодить в производственный ад после довольно успешной одноименной короткометражки. Но теперь при поддержке ряда крупных российских спонсоров фильму дали зеленый свет, и уже этой весной мы увидим противостояние майора полиции Игоря Грома и настоящего петерского революционера-анархиста, зовущего себя Чумной Доктор. Буквально неделей позже, 16 апреля, должна состояться премьера нового фильма по вселенной Mortal Kombat. Бруталити, Фаталити и Хироюки Санада в роли Скорпиона. Этот фильм ждут миллионы, и будем верить, что дуэт Тодда Гарнера и Джеймса Вана не подкачает. Так что «Смертельная битва» просто обязана занять место в вашем календарике ожидаемых премьер. К слову, фильм выйдет одновременно и на стриминге, и в кинотеатрах. А вот на 23 апреля все еще назначен релиз сиквела «Тихого места». Ранее фильм должен был выйти в марте 20-го, но был снят буквально за неделю до проката из-за начала коронавирусной пандемии. Однако критики, успевшие посмотреть картину, поставили ей наивысочайшие оценки, что может свидетельствовать о том, что новая часть «Выживалки» от Джона Красински удалась. Мы плавно перемещаемся к маю, где 7 числа должна состояться премьера многострадальной «Черной вдовы». Вероятнее всего, Дисней настолько не уверены в собственном проекте, что готовы до бесконечности переносить сольника уже умершим персонаже, лишь бы дать ему шанс выйти в кинотеатрах. Сольник Наташи мы включали в список фильмов 2020-го, но в связи с начавшейся эпидемией лента буквально ежемесячно переезжала на более поздние даты. Так что приключения шпионки из России и толстого шерифа из Хоукинса стоит ожидать не раньше 7 мая 2021-го. А уже 20-го числа должен состояться релиз долгожданного противостояния Годзиллы и Кинг-Конга. Лента также стала жертвой ряда переносов, однако благодаря им удалось избежать кошмарной ошибки. На закрытом спецпоказе фильм с сырой графикой был разгромлен приглашенными зрителями, из-за чего был отправлен обратно почти на полную переделку всего. И как сообщают различные источники, повторный показ оказался гораздо удачнее, и большая часть зрителей пребывала в восторге от увиденного. В этом же месяце, 21-го числа, ожидается релиз новой части «Пилы», получившей под заголовок «Спираль». Пока что непонятно, станет ли лента идейным продолжением истории Джона Крамера, или же нас ждет абсолютно новая глава, рассказывающая о неизвестном маньяке. Однако трейлер, вышедший еще до пандемии, оказался весьма впечатляющим, так что премьера обязательно к посещению. Однако все это меркнет с главной новинкой «Майя». Мы знаем, что вы ждали этого. Доминик Торетто и его «Крестик» возвращаются с их очередной последней гонкой 21 мая следующего года. Не так давно стало известно о том, что знаменитая сага «Быстрых и яростных» станет 11 главной франшизой, поэтому девятый фильм — это лишь маленький шажок к еще двум фирменным диалогам о семье, что ждут нас в будущем. А еще рано или поздно ребята полетят в космос, о чем в одном из интервью как-то проговорилась Мишель Родригес. Как видите, апрель и май ожидаются ну уж очень жаркими. К сожалению, традиционно график, начиная с июня, может меняться абсолютно непредсказуемым образом, потому что некоторые фильмы еще даже не обзавелись первыми трейлерами. Да и в принципе шестой месяц года оказался лишен крупных кинопремьер. К счастью, июль обещает быть одним из самых насыщенных месяцев на киноновинке. Второго числа кинотеатры вновь захватят миньоны и их грювитация. А 9 июля должна состояться премьера второго фильма от Marvel в этом году «Шан-Чи и легенда десяти колец». История войны из Китая с прицелом на азиатскую аудиторию должна разгрести косяки третьего «Железного человека» и, наконец, рассказать нам все об организации «Десять колец». 10 июля можно ожидать релиз пятой части «Судной ночи», о сюжете которой пока, к сожалению, совсем ничего не известно. А 15 июля на экраны кинотеатров ворвется сиквел «Космического джема». Помните, это старое кино с элементами мультфильмов и Багзом Бани в ролях? На этот раз баскетбольную форму на себя примерит уже не Майкл Джордан, а нынешняя звезда этого вида спорта «Леброн Джеймс». Премьера фильма состоится одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе. Также в этот день назначен релиз долгожданной киноадаптации игры «Анчартед» с Томом Хохландом и Марком Анаболики Уолбергом в главной роли. Лента, наконец, вырвалась из производственного ада, сценарий был благополучно переписан, а съемки достаточно быстро закончились. И если вы соскучились по старым добрым «Индиано-джонсовским» фильмам, то вы просто обязаны отметить в своем календарике дату премьеры «Анчартед». А в конце месяца, 30 июля, в прокате должен появиться круиз по джунглям. Лента, которая получилась лишь благодаря тому, что со скалы не смогли стянуть рубашку после «Джуманджи», также стала жертвой переносов. Но, вполне вероятно, релиз все же состоится, и мы сможем насладиться детской версией «Анчартеда» с милашкой Эмили Блант в главной роли. Август на подходе, а значит, настало время настоящего сумасшествия. Последний месяц лета пока что достаточно богат на яркие кинопремьеры. Например, 5 августа должен состояться релиз сиквела «Отряда самоубийц». Режиссер Джеймс Ганн решил разом запихнуть в свой фильм весь слабо популярный галлюциногенный букет неизвестных персонажей вселенной DC, приперчив их Марго Робби в главных ролях. Но на самом деле нас ждет высокобюджетный блокбастер по уровню накала и сеттингу, напоминающий боевики о событиях во Вьетнаме. Под конец месяца, 27 августа, должна состояться премьера ремейка Кэнди Мэна, повествующего о загадочном чикагском убийце. Ну а 28 числа на экраны должен вернуться главный мазафакер планеты и его неподражаемая женушка, ведь именно на эти числа запланирована премьера телохранителя жены киллера. Райан Рейнольдс, Сэмюэл Тик-Так Джексон и Сальма Хайек вернутся к своим ролям. Увы, но пока что на сентябрь громких премьер не назначено. А вот 1 октября должен состояться релиз Дюны от Дэнни Вильнёва. В результате решения кинокомпании Warner Bros. фильм выйдет сразу и в кинотеатрах, и на стриминге. Из-за чего режиссер Дэнни Вильнёв собирается даже судиться с кинокомпанией, отмечая, что выпуск на стриминге — это гиблое дело, так как во всем мире процветает цифровое пиратство. Но мы-то с вами честные пир... то есть зрители, конечно же. Смекайте! А 22 октября состоится премьера сольного фильма о Снэйк-Айзе — персонажи благополучно позабытой франшизы «Бросок кобры». Будущий фильм должен стать идейным приквелом двух прошлых частей и рассказать историю становления Снэйк-Айза. Также 22 октября состоится релиз «Хэллоуин убивает». Очередная часть франшизы о по-настоящему неубиваемом Майкле Майерсе вновь готова штурмовать кинотеатры. В ноябре первой громкой премьерой станут «Вечные», релиз которых намечен на пятое число. Фильм будет приквелом ко всем событиям, произошедшим в киновселенной Марвел, а заодно прольет чуть больше света на личность Таноса. Впрочем, даже звездный состав комиксного эпоса не сможет конкурировать с седьмой частью новой миссии «Невыполнимо». Итан Хант вновь спасает планету, но теперь уже в великолепной женской компании. Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Пом Клементьев и Хейли Этвелл гарантированно обеспечат великолепные сборы картине. И в копилке киноафиши у нас остается лишь декабрь. 16 числа на экраны ворвется термоядерная бомба в лице третьей части Человека-паука с участием Тома Холланда и, вероятнее всего, двух других паучков. Давайте вместе надеяться на киношный Spider-Verse, ибо это будет просто легендарно. А спустя буквально пару дней, 22 декабря, должна состояться премьера четвертой части «Матрицы». Как и в предыдущих фильмах, франшиза основой сюжета «Новой Матрицы» станет противостояние главных героев компьютерной программы, которая установила контроль над землей. Создатели фильма пока что не раскрывают детали. Однако, согласно ряду слухов, в новой ленте должен появиться молодой Морфеус, но официальных подтверждений этому нет. Киану Ривз сообщил, что это будет история любви, а также что эта часть не будет приквелом. Ждем и загибаем пальчики. Так что на этом все. Наверняка и вы заметили, что многие фильмы, что были у вас на слуху весь год, остались без нашего упоминания. Увы, но это действительно так, потому что прокатчики так и не определились с точной датой их выхода. Например, неизвестно, как долго нам еще предстоит ждать главного героя с Райаном Рейнольдсом в ролях. Фильм перелетел на 21-й без каких-либо уточнений. С ним же в неизвестность уплыла лента «Смерть» на Ниле, которая пока значится где-то в этом году. Помимо этого, неизвестна дата выхода зомби-экшена от Майкла Бея под названием «Певчая птица» и «Опиноккио» от мастера Гильермо Дель Торо. Возможно, где-то в марте нас может ждать релиз Тома и Джерри с Хлоей и Грейс Морритс, а в июле к показу планируется «Top Gun Maverick» с неубиваемым Томом Крузом в главной роли. Думаете, и на этом все? Как бы не так. В нашей скромной киноафише мы не упоминали проекты кинокомпании Sony, которая четко заявила, что не собирается выпускать фильмы до тех пор, пока кинотеатры не смогут стопроцентно восстановить свою работоспособность. Пока что об этом говорить рано, а значит сиквел «Венома», «Морбиус» и продолжение «Охотников за привидениями» мы можем как увидеть в 21-м году в кинотеатрах, так и остаться без премьер или же вовсе посмотреть картины на стриминге. Ведь кто знает, на что решатся остальные студии вслед за Warner Bros. в связи с затянувшейся ситуацией. Как видите, год обещает быть весьма и весьма красочным на киноновинке. Давайте вместе верить в то, что ни один из этих фильмов не переедет на более поздние даты, и мы сможем вновь вернуться к привычному режиму кинотеатра хождения. До новых встреч, друзья, и с Новым годом вас! Субтитры создавал DimaTorzok